У соперника поздравим с победой. Что касаемо вообще игры, она была обоюдово-острая. Много было возникало моментов как с одной стороны, так и со второй. Но, к сожалению, исполнительское мастерство соперника оказалось чуть выше, как мне кажется. С моей точки зрения в этой игре, наверное, один игрок определил исход встреч. Как на банальной встрече не звучало, потому что особенно на втором тайме мы вышли хорошо. Эти пять минут шесть не могли забить. Пару моментов было, и тут исполнил человек, оказался на удобной позиции, исполнил, забил. В принципе, уже в конце мы там пытались, но все равно с Брестом тяжело было играть первым номером, потому что когда они играют первым номером, тогда уже у них больше зон, поднимаются крайне защитники высоко, 2 в 2 сейчас составляет, 3 в 2. В принципе, мы эти зоны использовали довольно-таки неплохо и забили, и забили так же. Так что, к сожалению, итог для нас печальный, но будем двигаться дальше. Удручает, что очень много карточек было. По делу, не по делу, другой вопрос. Но чуть с Витебском будет нам очень сложно. Невысокая глубина состава, небольшая, так что будет сложнее. Спасибо. Будет ли вопросы? Василий, пожалуйста. Вы, наверное, как готовились к одному, Динамо, а вышли, ну, дублерами не назовем, но вторые номера. Иззади и спереди. То есть это для вас какую-то сложность внесло? Нет, не внесло, но я скажу честно, в таком клубе, наверное, все-таки, во-первых, априори, вторых номеров из дубля не бывает. А в третий момент, что все-таки, если будем говорить, что сзади, я так понимаю, это оборона, то, в принципе, там был только один человек, да? Играл, это Залеский, остальные воротарь, два центральных защитника и крайний защитник Витус. Это игроки, которые играли с Батой, если не ошибаюсь. Так что, в принципе, назвать дублерами, что мы играли, это 100% нет. В центре Кисляк, Кривец, если они дублеры, ну, я не знаю, кто-то так. Кисляк, Филиппович, они как-то, по-моему, зону пишут. Ну, Кисляк, в центре тройка, Кисляк, Кривец, Филиппович, ну, все дублеры такие. Ну, мы только рады за футбольный круг Брест. Скажу так, что никакой мы понимали, что будет ротация и готовились и понимали, что у них все равно они будут выставлять более атакующую систему игры, особенно после баты, и понимали, что в центре поля будет преимущество два атакующих футболиста. Это был Кисляк и Кривец. А то, что касается вида Невалда, давно не шло у него, да, и он мотивирован, и, как бы, условно, разница Хабленко или Невалда, я вообще, ну, в принципе, не вижу. Нападающего Хабленко я так видел только, как говорится, по каким-то моментам, по видео, а так, в принципе, Невалда я знаю, мне кажется, что он довольно-таки конечный футболист. Ну, и Зубчук видели свою скорость, он хороший обладает, он на контратаке. Савицкий играл, так что, не знаю, такой вопрос. Ну, суть вопроса в том, что игра не поменяла структуру игры по сравнению с тем, что можно было ожидать по предыдущим матчам. Ну, конечно, есть же три человека, четыре, они же не изменят всю структуру правильной игры. У них есть, они же работают, моделируют, и все равно вторые номера, условные, там, те же, которые даже не выходят в старт, они все равно, в принципе, видят, как проходит работа, и выполняют это все на футбольном поле, и переносит ее. Еще вопрос. Пожалуйста, Митя. Виталий Леевич, Холодинскому будут снится моменты в первом тайме, который он изобил? Это могло кардинально изменить его, так же, как и у Савицкого? Ну, и в перекладина, в принципе, Невалда была, да. Ну, я говорю, что по моментам было одинаковое, но это исполнительское мастерство, ну, давайте будем так, что оно чуть выше, да, было у соперника, как, в принципе, ожидалось. Саша, я честно говорю, что он часто попадает под меня, под пресс, да, но он большая умница, и, как сегодня он показал, работал за двоих, за троих, и, в принципе, упрекнуть его, чтобы не забил, но я не имею права, потому что, ну, все-таки, когда люди дают к футболу, понятно, что есть моменты, когда надо забивать, но тренер, если, может, банально сказать, нужно забить, он всегда говорит. Так что мы моделируем, мы работаем над атакой, но он очень прибавил в открываниях, и я очень рад, что в этом году у него стало больше моментов, чем в предыдущих, потому что он немножко начал более качественно открываться, а то, что он не исполнил, ну, это уже футбол, и, как говорится, если уровень есть, условно, сборная, да, то он чуть-чуть виден, сразу вылазит. Тогда еще вопрос про вратарей. Туранов пропустил три от Минска, Хаткович, три от Бреста, но это совсем разные три мяча, наверное, для вас? Ну, вратаре, это, знаете, такое отдельное, и тренер у них всегда отдельный есть, да, который работает. Они достаточно переживают, работают, но мне бы хотелось, чтобы они с большим пониманием относились к игре, к счету. Мне даже не всегда хочется видеть какие-то там скоростно-силовые, условно-качество, там, это, то есть, прыжковые, там, да, или какую-то там. Мне хочется видеть больше видения игры, как они ведут игру, как они работают с защитниками, как они помогают, и условно 0-0, 1-0, там, равный счет 1-1, понятно, начало игры, там, ну, условно, бежит один, не валд его прессинговать, да, сыграл длину, вопросов нет. Ну, когда 2-1, 3-1, это психология, ты должен быть спокойным, ты знаешь, что ты уже рискуешь, и, опять же, прессингует один не валду, и мы спокойно два под него подстраиваться игрока, я считаю, что вот в этом понимании футбола мне бы хотелось, чтобы они были лучше. Отстучал ему спокойно, и он пошел дальше. Здесь надо, понятно, 0-0, конец матча, никто бы так не сыграл. Ну, вот тут хочется, чтобы больше понимания, а не какое-то о них именно требовать что-то там сверхъестественное. Хотелось, чтобы они чуть лучше понимали. Ну, с учетом количества сейвов, такие вещи сегодня выручились немного. Игрой вы довольны в целом? Ну, в целом, да. Я, в принципе, всеми ребятами доволен, просто, что когда хотел бы чуть-чуть... Ждал от ребят, которые выйдут во втором тайме, чуть-чуть более качественно, потому что, в принципе, вышли, ну, как мне показалось, не усилили. Не усилили, хотел бы мало, опять начинает спины играть. Играть, что-то открывается в недодачу, все, а не надо, все-таки, если ты выходишь, хочешь добиться результата, надо играть спину, и надо... Это энергозатратно, это ты сразу попадаешь, если ты играешь спину, ты попадаешь в контакт, а выбежать на бровочке, там, принять мячишку, побежать назад с ним. Ну, я, в принципе, и так выйду, ничего страшного, я думаю, не испорчу в плане этого. Так что хотелось бы от ребят, то, что просим, не то, что он пришел, сыграл, а я их осудил, просто то, что ты выходишь, ты должен обострять, ты должен играть спину, ты должен идти в контакт, ты должен находиться в той или иной зоне, но, к сожалению, этого нет. Спасибо. Пожалуйста. Судейский вопрос хотел бы поднять, Виталий Андреевич. Вот вы указываете на их ошибки, они потом и в этом сетят, или все-таки на них это действует, ваша объективная критика? Потому что это я годами вижу, я на себе это испытал, поэтому я никак не делаю из-за вас. Ну, знаете, судьям сложно, потому что у них нет третьего решения. Либо они условно принимают решение за белых, либо за красных. И у них нет третьего решения, и понятно, что будет кто-то из тренеров недовольный. Ну, это такая, мне кажется, это такая довольно-таки интересная борьба на бровке с тренерами. Я честно говорю, что понятно, что у каждого, во-первых, сколько я раз убеждался, условно, один момент из разных ракурсов, и он по-разному смотрится, да? И, допустим, вот вы на какой трибуне были? За мной? Да, да. Может, нам было одно, видимо, нет, а с другой по-другому. И он как бы принимает решение, я, может, тоже ошибаюсь. Ну, это все-таки, я, скажу честно, я иногда сам сужу, это в плане того, что, особенно, когда у нас идут там скоростно-силовые направленности тренировки, и мы играем там, условно, аквариумы, да? И это играется два в два, один в один, три в три, и вот эта борьба идет просто ожесточенная, и они пена со рта, и ты свистишь, они тебе могут напихать? Мне тоже, так что я могу неправильно сказать. Жанин, сегодня вот именно тот эпизод, это только, не знаю, три арбитра, точно в таком же ракурсе были, как и вы, как и я. Как можно было, не увидели этот ракурс, когда мы первый выход один из них, когда провалились, защитники, про то, что Василий Арбитрович сказал, что когда он на угловой кутер перевел, это как можно было, не увидели, и, что интересно, сидит и не отмечает, инспектор матча, я прошу внимание, не, не отмечает, но он видел то, что рядом сидел дружно. Ну, ничего, это я, в принципе, как говорится, рабочий... А они не стят? Или же все-таки... Ну, надо у них, наверное, спросить. Наверное, у них спросить, они знают, что я по... Если меня побаивают. Потому что, ну, как я что делал, Жора, конечно, надо. Я по натуре добрый, так что я так вспыльчивый, но я очень добрый и быстро отходчивый. Какарский, да? Ну, не знаю, наверное, хотелось бы им быть таким, да, да, да. Ну, я, честно говорю, так уже, если подводить итоги пресс-конференции, вы такой материал неожиданно сделали, там, да, вы... Я так в фейсбуке, да, фото не то, что мои там сейчас вырезаны, а то, что они, в принципе, из печатных изданий. Самое мне больше понравилось, что это чемпионаты области, с района. Я вам вручу вот такую маечку, вот возьму. Специально передам, давайте сделаем маечку. Давайте, вот видите, давайте разорву такую. Вот вы много видели. Для меня самого осталось неожиданно, что неожиданностью, что вы такую маечку... Это ребята сделали, я честно говорю, я удивился, я чуть не удивил. Так что вот это. Спасибо. Вопросы есть еще, нет? Да, нет, вопросы. Все, спасибо. До свидания.